Традиционный для филологического факультета фестиваль «Таемницы слова и думки» объединил на просторах Пушкинского университета ценителей родного слова и культуры. Открытый конкурс для них – это отличная возможность заявить о себе, показать свои способности и посмотреть, насколько точно и красиво можно подмечать детали и нюансы, выбирая красивый слог и правильную интонацию. Сверху всё видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать в жизнь любые капризы. О проблемах взрослых и детей, о малой родине, красоте полесье и живописности города. Об этом и не только рассказывали через свои произведения юноши и девушки. Традиционно конкурс был разделён на два блока – авторский взгляд, стихи и произведения, написанные самими ребятами, и выразительное чтение. Демонстрация умения точно подметить мысль писателя или поэта, прочувствовать содержание произведения, подарить ему новое прочтение. Художественным чтением я занимаюсь с самого детства, считай, с начальной школы. Но именно, когда я поступила в ляцей, это уже вышло на какой-то более-менее серьёзный уровень. Вельми приемно, что этот год юбилейный не только для Бреста, но и для этого конкурса. С правой тем, что конкурс начался минуты 15 лет назад. И сегодня мы примерковали конкурс «Слово и думки» юбилей города Бреста, но так само году Малой Родимы. Тому вельми шмат творов, которые выполняют удельники конкурса, присвечены Минавида Родиме, Малой Родиме, а так само городу Бресту. Конкурс «Соемницы слова и думки» в 2019-м для Пушкинского вуза получился юбилейным. И это знаково в год тысячелетия. Организаторы также отмечают, за последние несколько лет уровень выступающих только повышается. Ребята стали более серьёзно подходить к отбору произведений. В следующем году традиция проведения конкурса будет продолжена.